Давайте я, значит, коротко расскажу все то новое, что пришло в голову по сравнению со вчерашним днем Значит, как вы помните, у них одна из задач, которую они, ну, как бы, они не ставят ее главной, но она очевидная В отношении того, что, вон, видите, в середине слайда, видно, как мой курсор ходит? Да, да-да, вижу Вот эта креулька, значит, рост температуры, поддержание температуры и остужание образцов Значит, они говорят, что вот надо, значит, обязательно обдумывать варианты сокращения, уменьшения скорости роста Значит, тратить там не 8 минут, там, допустим, на то, чтобы выйти на необходимый режим И, значит, остужать немножко быстрее, значит, чем, ну, как бы, чем есть у сегодняшней ситуации Я их спросил, говорю, скажите, пожалуйста, какие на сегодня медицинские законы в части, касающиеся стерилизации Какая считается необходимая температура стерилизации? 110 градусов, 130 градусов и какое время экспозиции Потому что, ну, вот мы же должны машину проектировать из этих соображений тоже Но до этого звучало, значит, звучали такие слова Ну, в районе одного часа температура 120-130 Давайте это все уточним для того, чтобы, ну, уже, как бы, представлять машину в соответствии со современными требованиями Ну, и самое простое соображение, вот вы видите, в левой части слайдов Значит, это поддоны, которые есть у нашего заказчика Вы видите, весит он больше полутора килограмм этот поддон Дырок у него никаких нет Принцип действия этой машины, вы прекрасно помните Они плещут воду на раскаленную спираль, которая расположена в самом днище Ну, то есть, плещут вот под эту, где рука сейчас держит у этого человека Она вообще дырок никаких не имеет То есть, что там, это русская баня, хрен знает, как работает Ну, и понятно, что если он весит один килограмм То нужно дождаться, чтобы выйти на режим, чтобы приобрели необходимую температуру 120 градусов из стенки и этот поддон Если поддон весит килограмм, понятно, что его надо вес уменьшить Вот, и в правой части вы видите другой корейский стерилизатор У которого поддоны выполнены в виде меш, в виде сетки Сетчатые конструкции Ну, по-моему, тут все слишком просто Значит, это просто, ну, что называется, на уровне здравого смысла, понятно Следующий Значит, какие мысли мне в голову пришли, значит, в части, касающиеся объемно-компоновочных решений Олег говорит, что ты в замешательстве, что не понимаешь, какие недостатки мы устраняем Ну, тут исходить надо вот из чего Значит, они вчера... Я вам не все рассказал во вчерашнем моем отчете Они рассказывали о том, что некоторые компании пытаются поставлять стерилизаторы У которых принцип обеззараживания построен на плазменном газе Я забыл, как он называется, там, I.O. как-то его называется Вот Но От них клиники отказываются, потому что даже маленькое количество этого газа, которое может оказаться в помещении Ну, оно, наверное, не полезное Поэтому Вариант вот с этим плазменным газом, ну, рассматривать не будем Я посмотрел, ну, все ролики, которые нашел по поисковому слову стерилайзер И марки устанавливал, значит, все используют или автоклавы, или паровые Значит, соответственно, ориентируемся мы на то, чтобы он был паровым Вот И мысль у меня такая пьяная была Ну, во-первых, вот Саныч нашел, значит, два парогенератора Верхние парогенераторы, непонятно, как они устроены Может быть, они электродные Может быть, они теновые А вот нижний, по которому видна ссылка на YouTube И вы видите анимацию, как он работает Он чисто проточный Это тоже, я думаю, что это самый простой вариант, который можно выбрать Для того, чтобы конструировать новую машину Значит, берем воду извне, прогоняем ее через парогенератор Загоняем ее в камеру Производительность этого парогенератора 130 кг в час Ну, я не знаю, тут хорошо было бы прикинуть А какая нам нужна необходимость Какого уровня производительность парогенератора нам нужна Для того, чтобы выдержать все рекламенты Все эти регламенты по стерилизации Ну, когда придут эти точные данные Ну, мне кажется, что 130 кг на камеру в 23 литра Ну, вполне ее будет достаточно, чтобы удерживать там необходимую температуру Поэтому можно считать вот этот вариант как бы основным Далее Рассуждаем об объемно-компоновочном решении В части, касающейся формы стерилизатора Стерилизаторы бывают так же, как и стиральные машины Фронтальные загрузки и вертикальные загрузки Соответственно, они могут быть и прямоугольными параллелепипедами А могут быть и цилиндрами Мне кажется, что мы можем... Ну, мое предложение рассмотреть Как один из вариантов объемно-компоновочного решения Использовать многоярусную цилиндрическую систему Похожую на сушилку для овощей, фруктов и грибов Вы видите, эта сушилка изображена на правом нижнем рисунке Значит, первоначально я думал, что туда можно просто поставить моторчик Значит, завести туда три сопла Ну, допустим, у нас три яруса Значит, три сопла обдувать и вращать каким-то другим Вращать каким-то моторчиком всю эту этажерку цилиндрическую А потом пришла мысль в голову, что на самом деле у нас же есть парогенератор Значит, про который мы пока там ничего толком не знаем Там, кроме производительности И можно на этих полочках вот этой этажерки Сделать какие-то лопасти Для того, чтобы струя пара вращала всю эту этажерку И таким образом мы можем получить более высокое качество обработки наших объектов Ну, может даже, ну, сократить по времени нельзя будет, наверное Потому что, если они сказали, что время экспозиции, допустим, там 50 минут Там или 60 минут Знаешь, 60 минут Но если мы будем вращать, то по-любому там на уровне здравого смысла Даже понятно, что мы сможем обрабатывать и струей пары, и высокой температурой Потому что у пара же есть еще и механическая составляющая в части очистки Это будет похоже на прототип вращения Водяного колеса, которое расположено справа Вот вчерашний рисунок Я его уже как бы комментировал Здесь ничего особо нового не добавилось Единственное, что я нашел интересное видео Которое подтверждает определенную целесообразность в использовании ультрафиолетовых оледов для обеззараживания Вот, и на вот это видео, там оно больше двух минут длится Я из нее сделал вырезку Значит, они утверждают, что бактериальная обработка против микробов и против бактерий Достаточно полная, если время экспозиции будет 60 минут Вот, собственно, что тут как бы в этом видео было Ну, будем считать, что это там какие-то официальные данные Соответственно, если вернуться сюда, то Я подразумел, представлял себе это так Что, значит, у нас этажерка вращается с этими объектами для обработки Парогенератор гонит по зеленой трубке струю пара Ну, вот в новом представлении моторчик не нужен Потому что струя пара может толкать, сделать лопасти, как у крыльчатки А справа будет работать и гирлянда из ультрафиолетовых светильников Ну, и причем можно ее, значит, запрограммировать так Чтобы она вообще, значит, включалась Даже после обработки включалась для поддержания нулевой санитарной Нулевого санитарного состояния у этого устройства Ну, чтобы, если мы, когда мы туда, мы ее открываем А она уже была подготовлена полностью Ну, вот, чтобы там целый час обязательно горела эта гирлянда ультрафиолетовая Чтобы случайно попавшие туда бактерии были бы уничтожены Следующий вариант, значит, вариант теплообменника Про который я уже вчера начал говорить И вы видео посмотрели Я сейчас это видео покажу Это фрагмент из изготовления современной паровой машины Очень интересный И в левом верхнем квадранте слайда Вы видите, как они делают теплообменник Теплообменник выполнен из трубок, намотанных в спираль Трубки ставятся в гирлянду Соответственно, у нас получается очень высокая компактность Ну, и раз наши заказчики так сильно хотят использовать индукционный нагреватель Ну, почему бы нет? Вот там индукционный нагреватель вполне уместен Потому что его использование, скажем, в качестве основного нагревательного элемента для стерилизатора У меня вызывает серьезные опасения В части, касающиеся того, что наши объекты обработки Вы видите их справа внизу Например, импланты Они состоят из керамики и из металла И термочермалэкспэншн Тепловое расширение Может повредить эту керамику Которая каким-то образом там сцепляется с этим металлом Поскольку мы говорим о стоматологическом стерилизаторе То объектами обработки у нас могут быть и импланты, и мосты Которые вы видите В мостах часто используются металлические пластины У меня, например, мост с металлической пластиной Я могу вам сказать, что вот эта керамика, которая обволакивает эту пластину Она очень хрупкая Я однажды нечаянно уронил даже не на кафельный пол А просто в фаянсовый умывальник И у меня откололся маленький кусочек То есть она хрупкая сама по себе Или вот эти ложки формовочные Были все наверняка у донтистов Видели эти ложки Что там еще может быть? Эти пинцетики всякие Юр, вопрос не в расширении А в том, что индукционная нагревает металл Совершенно верно Смотри, индукционная не будет нагревать керамику Потому что керамика не только проводная Она нагреет металл Керамика холодная Ну и почему бы ее не треснуть Если я твердо знаю, что материал, из которого все это сделал Он хрупкий Но это я вчера просто уже обсуждал И вопрос я им этот задал И сказал, проведите, пожалуйста, эксперимент Я думаю, что эксперимент вполне может подтвердить эти опасения Значит, сам по себе индукционный нагреватель интересен тем Что у него очень хорошо регулируется температура Потому что мы регулируем электрическим током Ну, наверное, тут гораздо быстрее будет, чем регулировка у ТЭНов Вот Вопросы, которые здесь возникают, такие инженерные Вот в этой концепции я предлагаю рассмотреть вопрос Как бы почти замкнутого цикла О чем идет речь? Наверху, вы видите, расположен Не наверху, на самом деле он должен быть внизу расположен Это я уж так нарисовал просто потому, что гифка была подходящая Внизу расположен Steam Generator Значит, он загоняет пар внутрь Распределяет его по соплам Соплы начинают вращать наши этажерки Вот Но у нас внутри камеры неизбежно будет возрастать давление Они утверждают, что давление возрастает до двух атмосфер Вот Но они с этим давлением борются Как я понимаю, только тем, что они выпускают его наружу Потому что, ну, что у них Картинку вы помните, могу ее вернуть Показать, как у них устроен этот внутренний короб Для хранения Ну, в смысле, камеры Такой с ребрами жесткости Ну, две атмосферы Так, две атмосферы Значит, у нас речь идет о том, что мы Используем пар извне Который приготовлен в этом парогенераторе Он загоняется внутрь камеры Он тратит кинетическую энергию на то, чтобы крутить этажерки Ну, соответственно, он часть энергии поглотит Значит, давление уже там, ну, поменьше немножко вырастет В любом случае давление будет расти Значит, давление надо выпускать через какой-то клапан Вариантов клапанов существует бесчисленное количество Ну, вот я нарисовал клапан в виде поршня Ну, просто только для примера И понятно, что я назвал его там условно почти, значит Почти замкнутого цикла Ну, просто там должна быть какая-то маленькая компенсационная емкость Куда конденсированная вода уже попадает И мы снова можем загонять в наш парогенератор Получившуюся воду Поскольку речь идет о медных трубках Ну, я не знаю, на медных трубках, наверное, тоже накипь образовывается Как-то, я вот помню, что по стиральным машинам был какой-то На любых На любых трубках, ну, наверное, на любых Ну, значит, тогда туда надо загонять уже воду подготовленную Пурифицированную Ну, которую специально подготовили для того, чтобы она не Чтобы она оставляла как можно меньше накипи И в этом смысле использование, скажем, замкнутого цикла Но вполне это допускает Потому что предыдущий генератор, вариант, мы рассматривали чисто проточный Ну, проточный должен потреблять эти 130 килограмм воды в час где-то извне Он должен там ее сначала фильтровать Потом это все можно выбрасывать Но там такая же проблема возможной накипи существует Хотя в ролике, из которого я взял этот кусочек Вот этот вот кусочек В нижней, где это самое, синие трубки В этом ролике показано, как они занимаются обслуживанием Кстати, по поводу обслуживания, у них отдельная тема Я сейчас тоже ее коснулась Так, возвращаемся сюда Ну и, в общем, дальше надо выбрать какой-то вариант клапана Который туда можно установить Ну вот вы видите вариант клапана игольчатого Я нарисовал клапан в виде там поршня, который будет тратить кинетическую энергию И обеспечивать переход из парообразного состояния в жидкое состояние Но у нас по клапанам большой запас из предыдущего проекта Который мы делали в прошлом году, который для кофемашины Вот шариковый клапан Разные варианты шариковых клапанов с пружинками Тарельчатые, конусные клапаны Вот шариковый клапан другой конструкции Значит, клапан из бычного давления Тарельчатый на пружинке Грибовидный клапан И вот клапан, который мы сделали сами Я думаю, что эти картинки можно использовать в нашем отчете Как будто мы уже там что-то типа делаем На самом деле, эта картинка из отчета по кофемашине Вот я взял несколько слайдов Дима, наверное, прекрасно помнит Да? Да Вот Ну, значит, пусть они думают, что мы уже почти сделали Хотя здесь написано, что это кофемашина Ну, мы можем даже написать Да, это кофемашина Но у нас есть опыт изготовления клапанов Вполне, как бы Вполне, значит Вполне успешный И дальше, что хотел сказать Если мы выбираем цилиндрическую концепцию Возникает вопрос Каким образом осуществлять доступ Как делать открыто-закрыто Вот один из прототипов, который вы видите наверху Открыто-закрыто Использует два цилиндра Видите? Два цилиндра с окном Можно так делать А можно делать чисто вертикальную загрузку Значит, мы всю этажерку достаем Туда раскладываем все то, что мы должны стерилизовать Закладываем внутрь Дальше мы одеваем сверху крышку Застегиваем эту крышку Там какими-нибудь защелками Типа как у лыжников защелкиваются Как лыжные крепления Вот Ну, наверное, этого хватит, чтобы крышку не сорвало Ну, тоже вопрос Вопрос, который там требует обсуждения и обдумывания Можно сделать просто дверцу обычную Как в этом самом И, наконец, тема, которую они, значит, подняли Которую они считают очень важной Дело в том, что их уже из дентал-клиник выгнали У них уже не берут их оборудование И они говорят Они не берут наше оборудование Потому что оно требует технического обслуживания Ну, как любое оборудование И поскольку там, значит, трубочки все закреплены Обычными хомутами с отвертками Они делать этого не могут Поэтому нам приходится посылать человека Он забирает Значит, этот стерилизатор везет к нам на фирму Мы на фирме разбираем своими инструментами А нам надо сделать в новой конструкции Предусмотреть возможность того Чтобы все трубки можно было снимать Простыми движениями Ну, вот, например, так Как это вот видите на картинке Как на пожарных гидрантах захваты Вот Но я вспомнил, что у нас уже такая задача была Года четыре тому назад У нас был проект по атомайзерам Вот И Саныч рисовал вот такой вариант Простого крепления трубки К этому самому К патрубку К патрубку, где пружина выполнена в виде В виде эспандера, колечка Ну, Саныч, посмотрит Значит Я думаю, что можно, конечно, просто готово Эту картинку использовать Но лучше нарисовать какую-то свежую картинку Вот, собственно, все, что мне пришло в голову Доклад закончил Олег, возникли какие-то мысли? А? Замечательно По крышке там в видео Была такая крышка на поворотной оси Под коромысло Сверху рукояткой там закручивается А, скороварки Типа скороварки Да Скороварки, помните? Да, типа скороварки Но дело в том, что у бытовой скороварки Была овальная крышка Которая вставлялась поворотом внутрь А тут просто сверху стоит Вот такая Сбоку на поворотной оси Такое коромысло И, соответственно, поворачивается И гаечкой поджимается Вот под таким коромыслом Слушай, у меня, например, у меня есть дома Советская скороварка Икра же мой идет Вы видите, да? Да-да-да-да-да Вот я про что говорю Вот, пожалуйста, вот чем мне крышка Да-да-да-да Вот тут вот Просто вот тут это вставляется Качающихся А у тебя там в одном видео было просто Что вот С одной стороны у нас вертикальная ось С другой стороны у нас паз Вот и, соответственно, крышка на оси Поворачивается и поджимается Ну вот Да Но только поворотная Тут откидная А там поворотная была в каком-то виде А, в каком-то видео там была такая Как это самое Как Я понял, о чем ты говоришь Я вспомнил эту крышку Это автоклав, где у них там ведерко внутрь вставлялось Да, ну, да, наверное, да Да-да-да Это Саныч звонит? Нет, это будильник в 10 часов у нас стоит Да Это мой утренний будильник Какие есть, значит, про крышку мы хорошо обсудили Сейчас я ее себе тоже возьму в коллекцию Чтобы ответить на вопрос, как будет устроена крышка Какие еще соображения у кого-нибудь возникли? Ну, можно, конечно, вот такую же крышку То есть, с одной стороны цепляется А с другой стороны Тем самым Застежкой натяжной Закрепляется Но это уже Детали В принципе, да Да Олег, есть еще какие-то идеи, которые пришли тебе в голову после вчерашнего обдумывания? Ну, после вчерашнего Что-то вот я говорю, что недостатков таких прям не нашел И, в общем-то, только из видео какие-то удачные конструктивные решения Подсмотрел И не более того Вот А так, смотри Вопрос замкнутого цикла Да Давай вопрос замкнутого цикла обсудим Насколько он реальный На что лучше ориентироваться Я бы ориентировался, честно говоря Вот, если там придется ее делать То на чисто проточную систему И не трахаться А замкнутый цикл мы можем показать просто Как альтернативный такой вариант Что типа революционное будет Вы поймите, что мы в течение этих Этой сессии Семидесячных двух часов Мы не должны через тюжины рисовать Мы сейчас готовим пропозу Под который должны дать деньги Вот И там должно быть Ну, два-три Две-три концепции Так Мы готовили пропозу По прекрасной Потому что это было всего лишь Это было ровно год тому назад Мы тоже начали где-то в январе Или в феврале Сделали этот пропозу А в конце марта уже и деньги Выделили И мы начали делать замки Для компании Дора Ну, в данном случае Замкнутый цикл Это Так Алло Олег, привет Слушай, я тут присутствую Что-то меня не слышно Вернее, я ничего не слышу А, ты подсоединился? Саныч Да Тогда все Олег, останавливай запись Останавливай запись Я тогда сейчас Сейчас мы все выйдем И я заново просто позвоню Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!